Привет всем! Будем менять термопасту на моем ноутбуке Acer Travelmate 5740G. Покупался ноутбук в 2010-2011, примерно так. Значит, ему уже 7-6 лет. Очень надежный ноутбук, я очень доволен, ни разу не ломался, ничего. Правда, любой ноутбук, который вы покупаете, каждые полгода надо нести на чистку, менять термопасту. Ноутбук был дорогой, я его не хотел быстро менять, вы сами понимаете, на нем стоит процессор Intel Core i5, а на те времена это были очень большие деньги, долларов 900. То есть, в расчет бралось то, что покупаешь один раз и надолго, чтобы его хватало. Но, когда я относил на чистку, значит, первое, что я заметил, это, значит, вот в этих частях я заметил щели, то есть, ну, вот эта часть, она разбиралась, я сначала не понимал, что произошло. Вот, мастер, получается, снял мою матрицу и поставил себе, ну, свою испорченную, которая, ну, механические, с механическими повреждениями, которые не видно. На второй раз, когда я отнес уже другому мастеру, получается, сняли динамики, вот, когда я принес домой, включил, я заметил, что один динамик хрипит. Вот, странно, то есть, отнес нормально все было, принес домой, один динамик хрипит. Буквально через месяц он полностью стал хрипеть, издавать странные звуки, и еще через месяц, получается, захрипел второй динамик. Я понял, что мне уже поменяли и второй динамик. Вот, естественно, я, как бы, решил полностью изучить, как это все делать самому, и сейчас вам покажу, как я это делаю. Мы сейчас будем менять термопасту вот на такую, это HI610, и мы будем менять на нее. Теперь давайте приступим к разборке корпуса. Для начала давайте извлечем аккумулятор. Аккумулятор мы вытащили. Теперь раскручиваем болты. Болты, чтобы они не потерялись, мы будем вложить вот такую корзинку от чистых дисков. Ребята, после того, как мы сняли все болты, нам необходимо извлечь дисковод. Делается это таким легким движением, иголкой. Там есть такая щелька, возле кнопки дисковода есть такая маленькая дырочка, просто иголку туда вставляете, и дисковод сам выходит. Ребята, после того, как мы сняли все шурупы, мы сняли также дисковод. Он был здесь. Также мы сняли эту крышку. Теперь мы откручиваем все болты, которые есть здесь. После того, как мы открутили все шурупы, мы приступаем к разборке корпуса. Мы также вытащили жесткий диск, чтобы убедиться, что под ним нету каких-то дополнительных шурупов. Я уже открепил клавиатуру. Естественно, здесь у нас идет такой шлейф. Мы его просто передвигаем поближе. Сейчас. С этой и с той стороны. И аккуратно выдергиваем. Все, клавиатуру отсоединили. Шурупы мы сняли. Теперь необходимо открепить верхнюю крышку от материнской платы. Теперь необходимо открепить материнскую плату от нижнего корпуса. Ребята, мы полностью отсоединили материнскую плату от корпуса. Теперь мы начинаем смотреть нашу материнскую плату. Вот, значит, у нас идет наш GPU, то есть видеокарта. Вот идет наш кулер, который мы сейчас должны будем почистить от пыли. И вот, собственно, процессор. Это у нас оперативная память. Сейчас мы ее снимем. Она у нас вот так легко снимается. Снимается. Проверим, чисто ли под ней. Под ней вроде чисто. Теперь снимаем систему охлаждения. Вот, собственно, процессор GPU. Наша задача заменить термопасту. Это у нас прокладки. Не помешали бы еще здесь прокладочки. Вот, мы их обязательно нанесем и поставим систему охлаждения на место. Ребята, мы полностью поменяли термопасту, заменили прокладки и поставили систему охлаждения на место. Теперь необходимо поставить на место систему охлаждения, кулер. После того, как мы поставили кулер на место, поставили систему охлаждения, теперь необходимо подключить все шлейфы, поставить оперативную память и поставить заднюю крышку. После того, как мы установили материнскую плату на заднюю крышку, мы подключили Bluetooth, а также все остальные провода, кулер. Сейчас мы подключим матрицу. Мы подключили... Да, в принципе, пока что все. В общем, мы сейчас подключим звук, микрофон. Вот это, картридер. Так, это что у нас? Это USB. Вот, дисковод поставим. Ну, в принципе, и закроем крышку, и уже будем собирать клавиатуру. Клавиатура установлена, теперь необходимо установить задние крышки. Ребята, как видите, ноутбук работает. Я уже рендерю свой следующий ролик. Температура видеокарты упала на 10 градусов. Если это видео оказалось полезным, ставьте лайк. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok